здравствуйте дорогие друзья это очередное видео от сирены и я решила заняться часиками часики бывают разные разных дизайнов но самое главное у нас не дизайн а крепления которые бывают разные вот я и решила создать новый плейлист и посвятить его дизайном с часиками вот это мне такие самые простые самые распространенные часики таких очень много продается жемчужинки мы будем использовать разного размера гематитовые бусинки различные металлофурнитуру металлические бусинки плоские бусинки разделители соединительные колечки красивый шармик мне вот в таком виде дамской сумочки его мы прицепим возле замочка замок у меня будет магнитный сегодня приступим к сборке нам понадобится тросик я взяла 0 3 миллиметра два кусочка обхватом примерно как ваше запястье плюс 5-7 сантиметров каждый тросик мы разрежем пополам и теперь нам нужно сделать крепление основным креплением у нас послужит колечко соединительное мы его вдеваем вот таким образом и закрываем колечко чтобы она нас не потерялась вот это вот у нас будет крепление само по себе к нему будут присоединяться уже тросики с противоположной стороны у нас еще одно такое же крепление то есть мы сделаем два одинаковых две одинаковых части браслета мы с вами вместе сделаем только одну и сверху у нас колесико которым восстанавливается время часов и на нем есть такая силиконовая заглушка если вытащить так только тогда пойдут часики обычно они все продаются уже с готовыми вставленными батарейками так вздеваем кримп в тросик и теперь нам нужно тросик отогнуть и вернуть обратно в кримп так чтобы с противоположной стороны вылезла незначительное количество тросиком обжимаем я уже показывала эту процедуру в своем мастер-классе с таким большим рыжим браслетом браслет гроздь мы делали а теперь нам нужно согнуть пополам кримп чтобы он был наподобие книги открытой и и затем я его закрою как вы книжку закрываете это достаточно трудоемкий процесс и новичкам очень сложный не удивляйтесь что вы сломаете несколько кримпов даже у мастеров они ломаются они выполнены из очень тонкого металла поэтому они достаточно хрупкие ничего страшного просто возьмите новый кримп и как следует обожмите и получится вот у нас вот такой дважды обжатый кримп и никакого лишнего инструмента для этого не нужно все это можно сделать с помощью тех же округлогубцев и плоскогубцев теперь делаем второй тросик таким же точным образом на видео кажется что это очень легко но на самом деле не так все просто и это дело очень много раз этот способ был изобретен мною лично я не претендую на то что я первооткрыватель может тот это и для меня делал но этого способа я ни у кого не видела методом проб и ошибок я к нему пришла поскольку этот вид крепления он неподвижно он не крутится не вращается и плюс он очень экономит место потому что колод много места занимает если мы имеем центральный коннектор будь то там часы или камея какая-нибудь то каждый колод который присоединяется к этому центральному элементу он забирает место плюс еще соединительное кольцо в итоге получается что все наши бусины будут располагаться где-то по бокам запястья и вся самая центральная часть на которую все внимание будет стоять из колотов и колечек этого нам не нужно вот поэтому мы делаем вот такое крепление кримп обжимаем дважды мало того что вот это место экономит во вторых это прочное соединение которое выдерживает достаточно большой вес тросик у вас не вылетит это однозначно и крепление очень тоненькая то есть сверху можно какую-нибудь бусинку посадить и совершенно не нужны и обжимные маскировочные кримпы так у меня случайно сломался кримп часто очень это бывает ничего страшного в этом нет они очень часто ломаются надо сказать что я видела в продаже специальный инструмент для этой операции но он очень дорогой и очень большого размера вот такой вот так огромные металлические щипцы тяжелечие стоимостью около 50 долларов поэтому ну когда я их уж увидела в продаже я уже умела это делать поэтому просто не стала покупать поскольку каждый инструмент и не решает проблему сразу к нему еще нужно приловчиться и научиться им пользоваться ну вот у меня два таких тросика я их сделала отдельно от часов почему потому что у меня кольцо разъемное я могу себе это позволить если у меня было бы не разъемное соединение тогда я непосредственно на саму соединение это дело посмотрите в первой части моего видео курса есть такой браслет браслет гроздь и вот там у меня неподвижные неразъемные соединения и я тоже пользуюсь этим методом здесь все гораздо проще потому что я просто открыла колечко и теперь мне на это колечко нужно насадить вот эти петельки которые я сделала достаточно закрыть кольцо закрывайте как можно плотнее чтобы не повыскакивали тросики ну и начинаем собирать сюда идут металлические бусины у нее достаточно большое отверстие они покроют кремка далее жемчуг теперь нужно проследить за тем чтобы вот эти кусочки огрызки от кончиков тросиков вошли в жемчужинке чтобы они не торчали из-под металлических бусинок вот и все вот у нас обработанное соединение и хотя бы видно бусинки рядом с часами но на верхней части запястья теперь нам нужны разделители разделители здесь очень маленькие нужны если у вас такого и есть очень тоненькие использовать толстые например сибетского серебра мы не можем опять же так как нам нужно экономить пространство в центре если мы сейчас установим то белого жемчуга видно не будет поэтому я сделаю их сама из проволоки как альтернативу есть такие виде пластинок коннект разделители очень тоненькие можете взять я вам просто покажу чем их можно заменить делаем петельку на проволоке откусываем и закручиваем и другой стороны стараемся делать так чтобы не было острых концов нам это нужно для того чтобы разделить две линии браслета чтобы они не касались друг друга не отмешали друг другу были жестко зафиксированы и при этом я не хочу чтобы особо разделитель бросался в глаза не хочу чтобы он занимал лишнее пространство ну вот так вот он выглядит мы его нанизываем на нити если мы хотим чтобы он совершенно не было видно тогда мы его изнанкой вверх нанизываем то бишь торчащими колечками вверх теперь дело за жемчужинками ну и теперь идет стандартная сборка в таком виде в котором вам нравится браслет у нас черно-белая хочу чтобы оба цвета были видны на верхней части запястья поэтому экономлю место разумеется поэтому экономлю место разумеется и и это и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делаю еще один разделитель. Точно так же, как и предыдущий, для того, чтобы зафиксировать область возле замка. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и повторяю все то же самое, с чего начала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сверху завязываю два узелка. Делается это для дополнительной фиксации, особенно в моем случае, так как у меня тонкий тросик 0,3. Вот поэтому, чтобы он ни в коем случае не вылетел из крим по приноске, я поверх обязательно нить связываю. Откусываю лишнее рядом с узелками. Будьте осторожны, не откусите сам узелок. Теперь закрываем колодку и повторяем все то же самое с противоположной стороны. Браслет у меня готов. К сожалению, я делала несколько мастер-классов, фото и видео мастер-класс, потому у меня разные стороны получились. На следующий день я как-то проморгала последовательность при изготовлении фото. Я, конечно же, его пересоберу, но не сейчас. Сейчас мне вам главное показать, что делать замочком. Я раскрыла колечко и соединила крепление замка с креплением колода с помощью этого кольца. Колечко закрываем. Очень удобный замок. Ну и теперь осталось только прицепить шармик. Креплю я его за соединительное кольцо. Вот такая вот сумочка. Такой симпатичный дамский браслетик. Асимметрию я, конечно, переделаю, прежде чем выкладывать изделия в свой магазин. Ну что ж, часики у нас готовы. Фото-мастер-класс вы можете посмотреть на сайте Live Master моих блогов. Ну и теперь наслаждаемся результатом. Красиво. Как видите, все бусинки видны с верхней части запястья. Ну и вот такое тоже симпатичное украшение. С вами была Сирена. Подписывайтесь на мой канал. Рада видеть всех новых подписчиков. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин